37-летняя Алена Водонаева высказалась о пандемии коронавируса. Телеведущая пошутила о проблеме, которая волнует весь мир. Инстадива подчеркнула, что происходящее войдет в историю человечества. Есть вероятность, что в памяти людей она останется не как, ковид-19 или китайский коронавирус, а как, гречневая лихорадка или, туалетная эпидемия, считает Алена. Она призналась, что, зная историю СССР, невозможно осуждать людей, которые подались панике и принялись скупать крупы и бумагу в магазинах. При этом такое же поведение американцев удивляет звезду. Почему то же самое происходит в США, я не очень понимаю. Кстати, именно оттуда пришел ажиотаж по поводу туалетной бумаги. И, конечно, он совершенно не оправдан. Больше того, опасен. Я вижу, как люди пожилого возраста в магазинах стоят в очередях на кассах. А ведь они – основная группа риска, – рассказала Алена. Она призвала молодых людей сделать все, чтобы их бабушки и дедушки, мамы и папы не подавались панике. Звезда Дома-2 призналась, что ей пришлось уговаривать свою бабушку надеть маску, поскольку та захотела сходить в магазин. Водонаева полагает, что звездам карантин пошел на пользу, потому что они смогли провести время с семьей и, наконец, закончить все свои дела, до которых давно у них не доходили руки. Телезвезда даже выступила с инициативой возвращения песенного конкурса и футбольного состязания. Мне кажется, производители туалетной бумаги и медицинских масок могли бы проспонсировать проведение «Евровидение без зрителей», как ТВ-шоу. Господа бизнесмены, подарите женщинам «Евровидение», а мужчинам «Чемпионат Европы-2020». Резюмировала Алена в колонке для семь дней. Недавно Алене Водонаевой пришлось оправдаться перед девятилетним сыном. Узнать, чем звезды занимаются в период самоизоляции, можно здесь. Инстадива превратилась в злодейку из 101 далматинца.